Ну, пока Титон у нас забирает свой кодик, можно уже открывать следующие. Следующие ставочки. Ну и переходим ко второй карте. Вторая карта у нас Буря в пустыне. Ну что ж, сейчас у коллектива СП есть шанс отыграться. Если же все-таки они забирают эту карту к себе, то есть еще вариант отыграть Люксвиль. Но там Респекты также довольно-таки уверенно себя чувствуют. Посмотрим, посмотрим. Пока что кто выйдет победителем на этой карте огромный вопрос. С учетом того, как коллектив СП на смене сторон сейчас агрессивно отыграли против Респектов. Ну, не знаю, не знаю. Ладно, у нас пока что ножевой раунд. Ну, а я начал в это время уже ставочки. Ну, давай мы с тобой, наверное, пока что порешаем, кто у нас что. Давай. Раз, два, три. Ножницы. Да ну тебе. Ну, по ножовщине, в принципе, здесь на этой карте важна, не спорю. Но не так, наверное, как на метро все-таки. Так, Титон написал, да? Сейчас Титон, я тебе выдам. Ну, все-таки здесь СП-шки побеждают в ножевом. И, скорее всего, они начнут за оборону. Да, да, именно так и происходит. Но если сейчас Респекты набирают максимальное количество, ну, хотя бы четыре раунда в свою копилку на атаке, то на смене сторон я вновь не завидую коллективу СП. Ну, да ладно. Так, ну что, давайте проставим одну карту нашим Респектом и собьем счет. Так, у нас один игрок коллектива СП на перезаход. Ну, ладно. Думаю, не страшное, не страшное это дело. Сколько нас там, Герман? Нас 209 человек. Всем привет, ребят. Да, всем-всем огромный приветик. Сам как думаешь, Герман, отыграют они сейчас эту карту СП? Вероятно. Вероятно, карта, в принципе, для них заходит нормально, лучше, чем метро, по крайней мере. Я думаю так. Ну, все-таки еще и Люксвиль, там, если они все-таки доведут до третьей карты, то на Люксе у них могут возникнуть проблемы. Но если только, конечно, за тот промежуток времени, сколько мы не видели СПшек, то уж Кан не натаскал ребят на эту карту, да и, собственно, на все остальные. Ну, посмотрим. Огромный вопрос. Но все-таки видно, как СПшки у нас потихоньку-то помаленьку набирают обороты и становятся с каждым днем все более и более серьезными соперниками для своих визави. Так, ну что, где у нас там пятый игрок от СПшек? Надо уже потихоньку начинать. Вот он. Вот он, да. Вот он, да. Отлично, поехали. Ехала и ехала. Так, ребят, сорян за лишний шум. Открыл окно, а то что-то как-то душновато немного стало. Зимой-то? Так, у меня в комнате две батареи, а комната не такая уж и здоровая, они кочегарят, как эти. Ну, нас выдувает все с учетом штурмового предупреждения, так что тут такое дело. Так, ну что, посмотрим, как парни будут действовать, куда забросят свой вектор атаки, но в принципе неудивительно, это лонг. Ребята уже агрессивно работают именно тут. От Николаса залетает опенфраг по тушкану, ну и посмотрим, что будет далее. Тео все-таки проходит с откидом ХАЕ на пески, теряет минимальное количество ХП. Ну и уже чекает Бету, а Бета полностью пустая, ее никто не контролит. Ну, ладно, посмотрим, что из этого всего выйдет. Но Тео также вырубает уже Джерза, Динамо есть, размен на Николаса. И дали время, коллектив Респекты стянулся все-таки сейчас СПшком под Бету, не знаю зачем, но все-таки там уже находится Дуо. Но пока они перетягивались, пока шугались, что это Бе, спокойненько, Респекты отстрелили охрану Альфы, зашли на позиции Плэнта. Ой-ой-ой, Тео, что ж ты делаешь? Три полкилла от этого парня в первом же раунде, ну и, собственно, 1-0. Ну, 1-0, да, молодцы, и здесь Респекты слушай. Ну, они, в принципе, и на метро начинали так же уверенно, да, как бы, хорошо, это даже более чем уверенно, 8-1 счет. Это дорогого стоит, но потом по итогу растеряли свое преимущество и чуть-чуть, скажем, не отдали комплект с вами соперником. Так, ну, посмотрим, чем этот раунд закончится. Здесь Тео вместе с Николасом пойдут по длине Тушкам, пока что готовы к СОЛу встречать, но там Лос уже, ой-ой-ой-ой-ой. Проблемы на длине Тушкам делают только один минус, и Бет прорывается, последний Туло остается. Динамо у него. А, динамо еще, да, прошу прощения, его, как раз, динамо последний, но и здесь, конечно, у него не самое завидное положение против троих чуваков. Чуваков! Чуваков отыгрывать, пацанов, чуваков! Вот это я выразился просто как самый воспитанный молодой человек, чуваков. Это 2-0. 2-0, респект, довольно уверенно. Начинают набирать хор. Ну, я согласен с тобой, Герман, то, что на первой карте ребята точно так же с огромными оборотами просто набирали себе раунды в копилочку, но там и сторона была, которая действительно преимущественно на карте метро. Ну, а сейчас вроде как атака не самая лучшая сторона для бури в пустыне, но все же ребята чувствуют себя здесь очень уверенно. Но это также вопрос, смотря для кого, может быть, для респектов как раз таки атака это вкуснейшая сторона на этой карте. Ну, ладно, пока я тут языком чесал, ребята уже спокойненько разобрались со своими визавием. И здесь уже один против двоих лосс сейчас бы в спину попасть, но все-таки он это делает. И паритет среди игроков восстановлен. Лосс против тушкана 1 на 1. Ну, что ж, 29% на хилбаре у лосса. А у К3 арена и тушкан 80% здоровья находится на железе, а у К3 черный. Кто кого? Лосс потихоньку проходит лонг. Но тушкан уже готовится контролить бету. Если здесь хоть какое-то громкое движение сейчас будет от лосса, то это все, это просто... Это пиши пропало. Но нет, все-таки на картах потихоньку проходит, то чекают сейчас бету. Дает информацию о том, что никого. Ой-ой-ой-ой-ой, зачем? Чекал, ну... Вот ровно на 40 хп было бы поменьшего тушкана, то тушкан отпал бы, но атака, один раунд у сп. 2-1, 2-1, и команда сп должны, обязаны просто сейчас набирать раунды, потому что в атаке, я думаю, вряд ли, им дадут продохнуть респект, и вот здесь респект опять начинает играть очень агрессивно. Фармазон, отличная вылазка до волкин, уже оформлять в этом раунде, Джерас его убивает с хаешки. И сейчас Никитушка Реджерас попробует забрать в копилку своей команды второй раунд, ну и... Беда, беда последняя, опять Сашка остается, но не знаю, опять все на Сашкины плечи, опять все на Сашкины плечи ложится. Саня, здесь просто как лев борется, но лост все-таки его додавил, это 3-1, респект, и здесь выглядит крайне жестко. Ну, пока что да, но если сейчас даже респекты забирают 4 раунда, а с учетом того, как они отыгрывают, будет больше 4-х раундов, то на смене сторон я очень сильно не заеду эспешкам. Ну да ладно, посмотрим, как отыграют, в принципе, поворот событий в ПБ непредсказуем никогда. Да, это у нас игра такая. Ну ладно, здесь и Тушкан подключается, забирает Формозона, Лосс и Опи остаются вдвоем, активно отыгрывает Опи по площади, забирает Динамо. Ники тем временем отсекает Лосса, ну и Опи остался один. Пытался, думаю, еще начекать как-то своих оппонентов, но в принципе дуо и Ники были родовые, если бы их отключил, то мог побороться против Тушкана, а так 3-2. Поехали дальше, уже первая половина постепенно подходит к своему логическому завершению и по-прежнему неясно, кто же ее все-таки выиграет, может как и ЭСП, так и Респект владеть этим преимуществом, но пока что близки, конечно же, Респект больше к этой заветной цели. А вот Тушкан погибает, проглядел Опи, но вот дуо, главное, не подхватиться, в тем временем сыграл, не позволил своим оппонентам пройти. По длину, ну здесь опять же вторая волна нахлынула от Респекта. И здесь Формозон неплохо, здесь вместе с Николасом, Николас еще находит минус по длиной, но и беда. Это просто беда, ребят, 4-2. Ну посмотрим, здесь все-таки ЭСП наступает на пятки своим оппонентам, в счете постоянно у них вот это качели 2-1, потом 3-1. 3-2, если сейчас будет 4-3, то, в принципе, я не удивлюсь, но это такое дело. Дуо и Динамо агрессивно работают у нас через площадь Тео, откидка ей, и Динамо погорел на своей ярости. Ну и, собственно, с жажды фрага по Тео. Тушкан и Дуо, тем временем, дают неплохие минусы, Николас и Формозон остаются втроем против четверых своих оппонентов, Дуо Джерс, Тушкан и Ники. Ну а с Формозон уже со мной не согласен, но йо-йо-йо-йо-йо, просто похоронное бюро открывает сейчас коллектив Респект. Парни отправляют в землю одного за другим, ну и, собственно, Ники. Остается у нас один, 68% здоровья, ну и здесь уже будут его чекать. Да, через щелку сейчас, опи, иначе, а нет, я думал, через щель стоит, ну ладно, сорян, ребят, немного прокосячил. Но все-таки все равно в спину огребает Ники, и первая половина уже по-любому за респектами. Тревожный звоночек, на самом деле, сейчас для СП, если они сейчас еще один раунд хотя бы отдают, то на смене сторон, не знаю, очень тяжело им будет. Хотел попробовать у нас закрытую дуу, но здесь Тушкан говорит, нет, пацаны, надо выжимать площадь, длину, мы и так справимся с Джерном. Так, ну вот, да, Тушкан, отлично, хаешка откидывает Формозон в поддоги, и довольно успешно крак от Александра. И здесь главное теперь уже не загубить вот это преимущество. Ну вот Джерс, и вообще них дело отпадает, но Тушкан скомпенсирует потери своего товарища, но Тушкан тем временем тоже погибает. Но здесь Динамо ключевая роль у него, очень ключевая роль, потому что если он зайдет в спину, то здесь моментально все погибают, дуу неплохая. Реализация по своей отличной позиции, минус 2 Николасу, ну и лосс. Все-таки находит Динамо, но Ники делает грамотный размер. Но здесь один в один, по сути, по сути, я прошу заметить, да, 2 в живых, это Никит и Дуу, но если Буду сейчас погибает под бета, эту установку бэклэнта, а Никит тут оказывается уже ютлос. Но нет, все-таки Дуу младеет, Геннадий забирает третий рамп копилку своей команды, и кровь износу нужен четвертый, кровь износу. Ну посмотрим, смогут ли они оформить четвертый рамп свою копилку, но респекты пока что отыгрывают довольно уверенно, и напора своего не теряют. Есть работа у нас на лонг, там Фармазон Тео и Николас от Кит Хе производится, Джер забирает Фармазона, довольно-таки неплохо. Ну и пока что бету отпускает, принимает решение полностью ее контролить только с песков, но это огромная ошибка, может быть. Тео проходит, а тут уже Тушкана, яй-яй-яй-яй. Очень опасная перестрелка Тео против Тушкана, ну и собственно Тео за свою агрессию поплатился головой. Есть информация сейчас по Тушкану, Николас неплохой прокит на пески, забирает Джер, отлично. Дуо также стягивается на песок. Динамо тем временем минус опи, Николас очень агрессивно здесь воюет, но уже просто в два тела ребята готовятся дожимать. Ну нет, питон не работает, не тут-то было. Лоса пропускает вниз кафе. Ну что ж, Тушкан Рыдовый, до 79% здоровья. Слышал, слышал Лос сейчас Тушкана. На всех парах Тушкан летит в Альфу. Ну и собственно нежелательно сейчас Лосу как-то себя полить. Ой-ой-ой, неплохо, неплохо отыграл. Ну что ж, здесь еще и Динамо на меду. Плэнт устанавливается, Лос уже готовится его контролить. Ой-ой-ой-ой, очень опасная отыгровочка, ну. Откидывает пока что Хаешку Лос, но она безрезультатно залетает на леса. И 34 против 45, ну вот огромный вопрос, кто кого? Ой-ой-ой-ой, опасная перестрелка, Лос, 1 хп, ну. Да, дожал, дожал, просто молодцом. Это 6-3, первая половина матча уходит в копилку к респектам. С неплохим отрывом в 3 раунда. Бедовое бедища. Это не беда, это бедища. И я не знаю на самом деле, как здесь все-таки команда СП будет вылазить. Из этой ямы, которую сами себе выкопали, но... Желаю им, конечно же, в этом удач. И фанаты держат, я думаю, за них кулачки. Поехали, смену сторон сейчас, и за там теперь СП, респект в обороне. Ой, опять у нас куда-то выход. Опять дуло. Герман, подхвати. Рохлы опять пошли между коллективами, но молодцы, молодцы парни. На позитивном настроении всегда тушкам, несмотря от исхода матча. Быть то выигрыш, быть то поражение. Но матч Александру и его команда еще не проиграли, но все-таки близки к этому будем откровенны. Так, ладно. Посмотрим, что у нас там на чатике. 220 человек. Ребятки, всем вечерочек добрый вам в хату, вам в дом. Кто живет в доме, кто живет в квартире, там, да, у кого-то там особняки. По-любому же есть. Ну, давайте, давайте признаемся, у кого особняк дома с гаражом, там, с бассейном. Ставьте плюс в чат. А кто работяги ставят, не знаю, давайте, два плюса. Работяги два плюса в чат, а мажорики плюс в чат. Давайте посмотрим, все-таки, сколько у нас здесь мажориков и сколько и работяг, которые вбахивают на заводах каждый день, приносят домой, не знаю, там, плохое настроение. Ну, или наоборот, хорошее, несмотря, ну, смотря на то, где, кто работает, на каких заводах. Ну, а кто-то еще, в принципе, я думаю, здесь у нас аудитория также большая. Кто и учится в универах, в школах, там, не знаю, в ПТУ. ПТУ тоже учебное заведение. ПТУ, а колледж? Профессиональное техническое училище. Кстати, раньше, до того, как это стало мейтстримом, ПТУ считалось очень даже элитным, так скажем, учебным заведением, потому что, действительно, в свое время в ПТУ готовили очень хороших специалистов, да, там, будь то печник, будь то слесарь, будь то токарь, там, строитель и так далее. Профессия строителя пошла именно от этого, в УЗУ. Да, не в УЗУ, а учебное учреждение. Ну, а сейчас, как принято считать, ПТУ это обязательно бутылочка Клинского с собой в школу, в путяшку, там, яшка в кармане в левом, пачечка сигарет, и нормально, жизнь, жизнь отдала. Так, ну что ж, это, конечно, все замечательно. А мы уже подходим ко второй половине, собственно, второй карты встречи двух коллективов, коллектив Респект против коллектива СП. И посмотрим, как парни поведут себя сейчас. Если же коллектив Респект и на агрессии забирают сейчас 4 раунда, то это просто забей. Ребята теряют 2 карты в копилочке, ну и, собственно, 3 очка. Но посмотрим, посмотрим, пока что агрессивных действий от Респекта мы не наблюдаем. Но раскидки ХАЕ на лонг у нас залетают знатные. Здесь ДУО такой, воу, пацаны, валим, шухер просто огромный. 4 ХАЕшки залетело на лонг, но также ТЭЛ здесь очень агрессивно отыгрывает, и у ДУО остается 22% здоровья. Пока что не знает, куда передвигаться сейчас СП-шки. ДУО в края Рыдовый. Динамо, конечно, сейчас находится под низ кафе, но ДУО даже Рыдовый находит минус в лице ОПИ. Николаса ТЭЛ забирает ДУО. И все-таки Динамо проходит на верхнюю кафешку, но не зачекал своего оппонента за спиной. Эй, ТС-шка взрывается, но здесь моментально ловится пачечка у нас в голову. Ну и, собственно, седьмой раунд. Кто-то за команду СП болеет. Вова Обухов, или Обухов, прости, если неправильно произнес. Пишет, Россия, удачи! Да, удачи, Россия! Но здесь пока что российский коллектив, так скажем, не совсем колоритно смотрится, но... Ладно, сойдет, сойдет, ладно, этот раунд нормально. Здесь все понакатанно идет, остается Николас с Фармазоном вдвоем, но Литушка здесь просто увольняет, и Фармазон еще последний остается, по нему есть информация, 58 хп на счету, ну и можно попробовать его проигнорировать. Вот, что я хочу сказать, его надо здесь проигнорировать, поставить бом, и просто ждать, пока он сам побежит выбивать, а не идти на него наражен, там, пытаться найти какой-то фраг. Ну, Фармазон, я думаю, через длину, или нет? Да, нет, через мидл пойдет Фармазон еще у нас, ну... А ну, наверное, и правильно. Ну и здесь Жерс просто. Изичи, Изичи забирает Фармазона, и счет становится 7-4. Так, ну что ж, три раунда, остается коллективу Респект, чтобы забрать эту карту в свою копилку, ну и, собственно, 6 раундов остается коллективу СП. Ну, посмотрим, посмотрим, как будут развиваться события, есть работа на лонг снова от коллектива СП, ну и здесь ребята, опять же, встречаются с раскидами хаешек. У Тео довольно-таки агрессивная позиция, уже ловит по себе дэмэдж, ну и, собственно, пачку от Ники. Бета сейчас будет работать под минусом Тео, но это, собственно, совершенно ничего хорошего не сулит сейчас для Опи. Он работает на песках, пытается его раскидками забрать, а Джерс также залетает минус по Николасу. Ой-ой-ой, агрессивная работа на лонг все-таки от Опи. Здесь дуал, попытается дожать его с дуалов, ну, 34% здоровья, и Формазон все-таки продолжает наказывать своих оппонентов, минус Джерс, ну и у Формазона остается 74% здоровья против двоих игроков коллектива СП. Тушкан уже зачекал Формазона, забросил по нему неплохой дэмэдж, но и как не прочекал Формазон, там даже по трассеру можно было понять, откуда шьет Тушкан, но что-то пошло не так, и это пятый раунд за СП. Так, ну что, 7-5 и здесь уже нормально. Все нормально, у команды СП становится постепенно, ребята набирают свой ход, и вот Тушкан говорит, добрый вечер, я Бонфлетчер, забирает лоссы моментально, и здесь преимущество снова у СП. Ну, а вот Тел просто какой-то нереальный патчок сейчас поставил, но и у Ники проблемы, у Ники 26 КП, кстати, у Телу тоже так нарейгал, на самом деле, что у СКП в Архан, и здесь Николас первого этажа, точнее, со второй действует довольно уверенно, забирает от Дома и второго, и проблема теперь у СП. Как все быстро переменчиво у этих коллективов, то преимущество у одних, то у вторых, и вроде уже опять паритет, Ники забирают Телу родового, ну и Бету, наверное, надо все-таки попробовать по-действию поставить Динамо и Ники. Ну что, посмотрим, посмотрим, как все это будет происходить сейчас. На Динамо здесь возлагаются большие надежды, как бы, да, у него не так много ХП, полтинничек ровно, но с полтишком, конечно, лучше, чем с 26 ХП воевать. Ну, бомба идет ставить у нас товарища Ники, ну или же все-таки пойдет в Чек. Ой, а здесь Формозонт, я его мог еще и не простить, за такой агрессивный Чек. Бомба была установлена. Бомба установлена, это игроку 2 в 2, Формозонт, железо, Николас, пойдет у нас. Стройки, наверное, или списков. Не, стройки на длину выхит. Ну вот Формозонт, на Чеков Ники у Ники 5 ХП, и это беда. Но здесь Динамо вовремя все-таки оббегает с Пинсовой Зарией. 50 ХП на 38, и здесь, ой-ой-ой, какой тайминг Динамо сейчас профукал. Но Николасу нужно идти, либо уже выносить, выбивать его, либо... Боже мой! Боже мой, Николас! Какую жесткую пачку. Сейчас ставят по Динамо, это фейспаум. Это фейспаум, и сейчас становится 8-5. Я почувствую эту боль Динамо, просто как парня откинуло, я даже не ожидал, то что сейчас полетит голова. Думал, ну все, тут 14 ХП против дуалов, это просто габела. Но нет же, нет же. Все-таки отыгровка довольно-таки неплохая. Снова работа на ломку, опять кит ХЕ, и Тео все никак не может успокоиться. Несколько раз здесь по шапке словил, и все равно на агрессии работает под бетой. Никак, и ничто не останавливает этого парня. Ну что ж, вновь от Тео у нас в эпицентре событий, но успел забрать Никиту, моментальный размен. Ой, и Николас зря делает дроп, все-таки на площадь. Лос забирает Тушкана. Динамо тем временем вырубает опи, и Формазон успел холпануть, ну как холпануть, стянуться под бету, чтобы не допустить такого легкого захода, ну и, собственно, Формазон остался один в три. Так, неплохо. Ну что ж, будет дожимать Дуо, но здесь еще Яук. Предательски щелкает затвором, и Дуо все-таки здесь перестреливает своего оппонента, 6% здоровья у него остается, и это шестой раунд за коллективом СП. Так, ну что, 8-6, в принципе, два раунда им осталось добрать, для того, чтобы догнать своих оппонентов, ну и будет, в принципе, наверное, неплохо. Первый минус имеется от респектов, уже второй, минус Тушкана Динамо. Вот очень важные игроки сейчас погибли, и скорее всего, этот раунд будет за Азербайджан с пятеркой, Телос здесь просто неумолимо хоронит своих оппонентов, Дуо также, в кавычках, успешно падает, и это 9-6. Ну что ж... Три матч-поинта сейчас. Да, да, именно так, и здесь коллектив СП у нас выбывает. Что-то пошло не так. ТС упала. Отлично, возвращаемся обратно. Чем выходили, только не понял я немного. Ну что ж, будет ли это 10-й раунд в копилке респектов, или же все-таки коллектив СП еще как-то поборется за то, чтобы забрать эту карту, но здесь их может спасти... могут спасти только допы. Но до них еще нужно дойти, это очень сложно, но, в принципе, возможно. Итак, есть работа на лонг, дуо, динамо, но Тео просто на агрессии вылетает на длину, сбирает дуо. Ники моментальный размен на Тео. Но Ники также рыдовый, и здесь ОПИ готовится уже контролить с песков проход под бету. Ну и что-то как-то пока что ничего хорошего. Это для Ники не сулит. Здесь ОПИ у А93, 100 хп. И все-таки пошел, пошел вперед. Как? Как, ОПИ, ты проиграл эту очную ставочку? Непонятно. Но у Ники остается 3 хп. Формозон тем временем забирает. Динамо. Лосс на всех парах летит холповать сейчас своему тиммейту. И 3 хп у Ники. Это все, это забей. Это 10-й раунд за коллективом. Респект, 10-6, и вторая карта также отлетает в их копилку. А выигрывает эту ставочку Владимир Ишаков. Ну так, как в боксе бы. Ишаков выигрывает у нас подарочный код. Пиши мне в личку, я тебе его с радостью вручу. Ну а в принципе мы с спокойной душой, наверное, можем идти на музыкальную паузу, да, и вернемся, как только коллективы будут готовы. Да, да, именно так, дорогие друзья. Следующая встреча это ворк-зоне против Дарк Хорсов. Ребята у нас покажут тоже сильнее. Ну и, собственно, будем надеяться, что совсем скоро мы к вам вернемся. Дорогие друзья, не скучаем. На связи, как всегда, Arena for Game. У микрофонов я, Максим Чеев и Герман Громов. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...